Овчарка Барс – частый гость на праздниках в пансионате для детей-инвалидов. На службе в полиции Барс уже два года. Днем он ищет пропавших людей, а в свободное время развлекает ребят. Развиваются дети, развивается память, что уже собака яркое впечатление. И о том, что они нас запоминают, запоминают, как его звать, запоминают, как он выглядит, они его ждут и любят. Чумовую дискотеку – именно так называется проект благотворительного фонда «ИВИТО» и телеканал «Самаргиз» Ребята из пансионата для детей-инвалидов ждали целый месяц. Они танцевали, смеялись вместе с клоуном, участвовали в мастер-классах и получили подарки. Эти дети родились с ментальными и физическими нарушениями, и радостные события в их жизни случаются нечасто. Многие воспитанники пансионата почти не говорят. Не все могут самостоятельно ходить. Есть и те, кто прикован к постели. 15-летний Максим в восторге от праздника. Ты танцевал на празднике? Да. А пирожные вообще? Да. Какого цвета пирожные? Желтая. Мне понравилось. К проекту фонда «ИВИТО» присоединяется все больше волонтеров. Среди них 16-летние девчонки, мальчишки, семейные пары и пенсионеры. Объединяет их желание помогать другим. Ну, наверное, душа хочет что-то еще, кого-то счастливить хоть на минуточку. Видимо, вот это вот общение тактильное и общение вот духовное, наверное, не хватает им. Может быть, и нам не хватает. Важно, на мой взгляд, еще и мужское внимание именно детям, парням, которые становятся взрослыми. И здорово, если найдутся люди, которые могли бы стать другом такому парню, такому мальчику. У каждого ребенка должен быть значимый взрослый, уверены психологи. Тот, кто всегда поможет, выслужит и обнимет в трудную минуту. Такую поддержку ребята находят у волонтеров. Это очень важно, когда к тебе приходит твой взрослый человек, который приходит только к тебе. Он знает твои особенности, он с тобой общается на понятном тебе языке, понятным способом. Ну и, соответственно, у ребенка тоже возникает желание жить. Благотворительный фонд «Ивито» совместно с проектом нашего телеканала «Право на маму» помогает в поиске родителей для детей-сирот с особенностями развития. Идея проводить дискотеки – один из шагов в этом направлении. Мы снимаем сюжеты, мы пишем о детях, сиротах из пансионата, которым нужна семья. Но все мы реалисты. И мы понимаем, что очень сложно такому особому ребенку найти семью. Но ему точно можно найти друга. Нету детей, которым все равно. Нету детей, которые не реагируют на ласку, на доброе слово, на улыбку. Проект «Чумовой дискотеки» стал победителем в национальной премии «Серебряный лучник Самара». В этот раз на празднике была только половина из 120 детей пансионата. Отделение «Милосердие» для самых тяжелых лежачих деток пока на карантине. Но в следующем месяце праздник придет и к ним. 27 февраля в пансионате снова пройдет «Чумовая дискотека». Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok